Аминь. В восставь от сна я посреди ночи приношу тебе песни спасли, преподая к стопам твоим, взываю к тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распячився. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня стоящего, только военно-молитвы, и после сна ночного уважения я снегу в грешный день Христи Божий. И спаси меня, владыка, человеколючий, встав после сна я спешу в тебе, и по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела, я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла, и от дьявольского исключения, и спаси меня, любвица твоя вечная, ибо ты мой творец, и источник, и податель всякого блага. На тебя, вся моя надежда, я возношу тебе хвалу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напастей и всякого гражданского зла. Ты сам, владыка, творец своего сущего, удостови меня, преследуй Твою истину, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, дни и навсегда и во веки веков. Аминь. Господи, Содержитель Божий, сил бесплодных и всяких плоти, на высотах небесных живущий, озирающий до земли, наглюдающий сердца и полосы, ясно ведущий тайн человеческий, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на Своем руке. Ты сам, бессмертный Царь, прими, мол, иное наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие и сострадание Твоего, творим Тебе из нечистых хулов. И прости нам предрешение наше, совершенное нами, делом, словом и мысли, вольным и невольным, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия и народом Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общей судье придется славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежачими и сонными на бодрствующих, и оставшими среди исполнения заповеди Его и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса дождествующие и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения в веки вечной обиды. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня для воздержанности мою, не дай возможности злому делу, но подчинить меня себе посредством этого смертного тела, возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. Он, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения в радость, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом и молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и саделал меня рабом, достоином Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, Святыми Твоими истесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уними, забвения, неразумия, нерадения, удали все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламя страстей моих, ибо я не счастлива, и избахни от многих губительных воспоминаний и намелений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо ты благословенна, а все продовольны Твоё причистое и славятся во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Анатолий, Игнатий, Сергий и Елена, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощником и молитвами к вам души наших. Благородица Дева Радости, Благодарим, Моли, Господь Собори, благословенна ты между женами и благословен Божьи Дева Твоего, ибо ты для дела спаси Тебя души наши, спаси, Господь, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца мою воду полного Игнатия, и Батюшку и Акимову, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих и друзей, подними с удро болезни отца Дионисия Романа, и всех православных христиан, подай им Твои земные небесные блага, и не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей, дару им здравое спасение души, ибо Ты благ и любишь людей, и покои, Господи, души усопших родов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, и прости им все грехи вольные и невольные, и дару им, садствие небесное, со святыми у покой Христе, души рабов Твоих, православных христиан, под слов братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная, святись, святись, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, и Господня, Легу, ныне, не сидите сегодня, и в чистых, растутся Богородицы, а в остальные Рождества к ныне Богу. Так, сейчас. Слава Иисусу Христу! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божию, молитвами Пречисленной Твоей Матери, и подобную погоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас, аминь. А что, слышно? Слышно. Сейчас. Не беспокойся. Нормально, через час позвонишь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Слава Тебе, наш Бог Иегова, а воочи. Свят, 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 Господь Саваух. Вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Слава Вышне Богу на земле, мир в человеках, благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою, и ожидания суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, когда дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов, аллилуйя. Воздаю вечностью, благодеянием Твоим, тем, кто заботился обо мне, о возрастании моей души, благослови Мария, Михаила и Иоанна. Тебе, Боже, слава за всего веки. Аминь. Пресвятая Госпожа Богородица, присна Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи. От скольких опасностей провел Ты в нашем путешествии, Матерь Божия. Ты слышала молитвы, покрыла нас амопором любви от нечестивых. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Сохрани наше сокровище, книги здесь и в пути. Аллилуйя. Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, а мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинев смертный част, когда душа моя будет разлучать все от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее на веки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, и никому не завидовать, не страшить о стареи начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский, чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил и Аарон, Ио, Авин, Но, Иосиф, патриархи, Езване, Емми, Амос, Нау, Исайя, Иеремия, Варух, Изеки, Ильосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данилотрих, и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иахов. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, Дабы день прихода Твоя нашего отшествия не засталась, не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры, и сосудами полными, и лея добрых дел, с отделанной души святом с любовью, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Малите Бога о нас, Святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, Сенебесная сила, Крестолу Божию и предстоящие, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Лукая, Дарят Господь нам жажду исследовать Священное Писание, Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Аллилуйя, Малите Бога о нас, Святые Мужченики и Мужченицы, Игнатий Богоносец, Поликам Смирский, Устин, Философ, Касмайдамьян, Андрей Стратилат и Иерон Мужченик, Клемент Римский, Клемент Анкинский, Анфимник Аминдийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых Мужчеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, дабы никто не принял начертания зверя антихриста, и дару веру Анфиму, Вениамину и устрашивших родителей, и наложено воспитание детей, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые Отцы и насилия, Великий Григорий, Богослов, Иоанн Златоусов, Анастя Великий, Ифрем Сирин, Антония Макария, Макария Антония, Феодосия, Корнилия, Сергия Радонская, Стефан, Пермский, Серафим Царовский, Антобольский, Антараштавский, 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 Кирилл Имеходин, Атентий Николай Макарий, Алтанский, Белорет, и все перевозчики Священного Писания, Молите Бога о нас, засохранит нас Господь в святой православной вере, о замысле литиков, развея, и мечту превратия, Аллилуйя, Молите Бога о нас, святые жены и девы, Кёпы первомущины, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриана, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Вольга, Ирина, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискилла, Акила, Андроника, Юния, Кекрияна, Устина, Молите Бога о нас, дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и дьявам, сохранив от всяческого поругания, исправник, покоривость Галины, семейство Евгении, Надежда, 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 Святона Марии, Ирина, 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 Людмила, Галина, Иоанна, Слава Тебе, Господь, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой, и до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас здесь и селение наше, от пожара, воров, нечистой силы, и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 если же, и его Алексея, и острова, Господи, Романа, Владимира, Никиту, Михаила, и пошли добрые жители с детьми, сохрани школу, Аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, спаси и помилуй Татьяну, Наталье, Игоре, Марину, Никиту, Чадрих, Виктор и Сергей, Севастьяна, Людмилу, Ниноле, Кину, Рашир, пределы общей, Нади новая душа, всех побуди на благовестие, спаси и помилуй Димитрия, Марину, Щадрих, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Димитрия, 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 Олега, Александра, Отступников, Надежда, Александра, Алексея, Николая, Михаила, Идею, Господи, Благослови, Путешествующих, Иису, Льва, И нас, помилуй, милости, Твоей, Я, Ради, Аллилуйя, И от пьянства, Избави, Пал, Михаила, Андерия, Владимир, Александр, Игорь, Возри на врагов, Запретим, Соблахуление, И закрой их, И лживые уста, И в судный день, Непоменеемое безумие, Не даем погибнуть, Вмиреев с нами, И благодетель нашей благослови, Паши нам добрых помощников, Елену, Евгения, Евгения Наталья, Максим, Владимир, Аллилуйя, Растрит твою руку, Исцеляющим, Болящим, Укрепи, Дабы никто не возвратал, Сергея, Алексея, Алексея, Ваену, Александру, Александру, Анну, Марии, Антонину, Калерию, Анну, Валентины, Янила. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, Господи, не покинь нас, между нами да будет всегда, мир, любовь и согласие, и наше сокровище, сайт и корм, все сохрани для пользы людей. И трудящийся на нем, Игорь, Юрий, Василия, Болящего Игоря, Силы, Дионисия, священника того, Господи, Господи, дай им силу все перенести, а эти грабители и убийц, найди, обрати, не дай ему идти из жизни без покаяния. Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, благодетели наши, Господи, благослови, в обильной мире, просим твоей помощи, дети. Хвала тебе, наш Господь, слава тебе, прими наши молитвы, воздеяние рук, как жертву вечерней, благоухание, приятное перед престолом благодати, и кости сердца правителей, Владимира, Дмитрия, Александра, Донага, Рамзана, Петра, Александра, Мордогена, Манедару, Мир, Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. И мужчина, сценить это доброе время, приготовь народ к великим и грозным испытаниям, грядущим вселенную. И запрети нечестивым приближаться к всему месту. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб твой. Аминь. Доброе утро, Христос Воскрес. У нас всегда небольшое это дается пояснение, хмалейки, как бы помощь. Ну, тут сейчас у нас идет о благовестии. Я сейчас посмотрим, как у меня. Немного пища. Все. Ну, а благовестие, почему так много говорено, потому что благовестие у православных ни в каком уважении не пользуется. Я как-то делал предложение, ну, сейчас даже засчитывали, что вот мы-то ходим, но есть, хотя священники, как они исповедуются. Ну, вот такой материал выставили, как-то его надо распространить, большинству священников дать. Конечно, можешь это сделать, но ну, думаю, так, хотя бы один процент, если из них услышал, что мы говорим здесь конкретно, уже была бы польза как-то. То есть, страх, чтобы Бог дал им. Они думают, они неуязвимы, они избранники Божии, все перед ними склоняются, а все наоборот. Они уязвимы, и всех. Когда будет отчет, он за одна душа по вашей небрежности погибнет, если, говорит Иоанн Златоуст, то тебе всей жизни не хватит, о священник. И вот эти шесть слов Иоанна Златоуста, а каким должен быть священник? Ну, у нас есть такой материал о священстве в книге к истинному православию. И там это говорится. Священников очень трудно подвигнуть к раскаянию, потому что его сразу начнут, как говорят, гнобить, душить своих же священники. Это самая большая беда священству. Это те, которые дороги не ремонтируют. Расчищайте, убирайте камни. Я делал предложение, давно писал, священник исповедует. И если не знает священное писание, человек не считает Библию, то не принимайте. То есть, наиспать принять, но до причастия ни в коей мере не допускать. Никак. Если он не благовествовал, идите пропадать Евангелие всей твари. Речи даже никакой не будет. Отойди в сторону. И не надо грехи перечислять, потому что это ничего не даст. Главное – не знание Библии и не благовестие. А вот он может перечислять грехи, может перечислять день, два, три. Поэтому иной подойдет, и конца нет. Он пришел на собеседование, а ему нужно в связах и раскаянии сказать, я слепой, ничего не видел. Вот я делаю сравнение, такое глубокое, темное, ночью, облака, дождь идет. Ну, не видно, руку протяни, и не видно конца, руки свои. Вообще ничего не видно. А человека этого опустили в ров какой-то где-то, большая стройка идет, арматура торчит, провода натянуты везде. И теперь он должен бежать. Бежать? Да как же может он бежать-то? Он даже шага не может делать. И вот так и человек. Мы думаем, вот тот монах, он молится за весь мир, но он за себя не молится даже. Это черные головешки обгорелые. Так это вы как так можете говорить? Так это не я говорю. Почитайте Серафии Масаровского. Ничего люди-то не знают ему. Я ссылаюсь на авторитетных. Вот Пахомий. Он все время сам работал. И у него 11 тысяч монахов. Сегодня монастырей-то в России-то, ни одного нет такого. И во всем мире нет ни одного. 11 тысяч крепких мужиков. И они собирают хворост. И вдруг он несет охапку, остановился, хворост выпал. И они видят, отец, что с тобой? Он не разговаривает. Куда-то глаза поднял. И стоит, окаменел, и они стоят. Наконец он выходит из этого состояния. Конечно, заплакал. Отче, а что ты видел? Вас я видел, бараны. Сколько раз говорил, да что же это вы делаете? Ой, ой, ой. Ну, отче, ну скажи, ну, все-таки я не один, нас много, тысячи. Бараны вы, бараны, бараны. Ой, 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 да как я отвечать за вас буду? Ну, что ты видел? Да бараны вы, бараны. Пропасть глубокую видел, ущелье, темнота, в сплошной тьме. И вы там бродите, друг друга лбами сшибаете. Некоторые пытаются вылезти, да все срываются, да обратно падают, не знают, как вылазить. Только некоторые, может быть, один-два вылезли. Горе-то какое, горе. Так это вся церковь в таком положении. Это все верующие. Писания-то нет. Нет Писания. Так что, мало спасаемых? Мало написано спасаемых, много званых, а мало. А то не бойся малое стадо. И все, любой еретик, не бойся малое стадо. А там одна плюгавенькая, какая-нибудь стоит, всю жизнь проблудила, запроворовала. И она пришла, согнула с учительницей. Она тысячи детей перепортила. Вот заметьте, я говорю, я знаю, что мне в отместку хлопнут меня за это. Выступает Осипов. Осипов был Александр Александрович, профессор Санкт-Петербургской академии. Он отрекся от Бога, от всего. А это Осипов сейчас, Алексей Ильич. И он говорит правильно, все это как скажет, да как он какую паузу сделает. А сам бритый в галстуке, это стопроцентный масон, по виду, католик. И этого никто не видит. И он говорит, как будто бы вот священники, да вот вы многие ли спасаетесь? Да нет. Да и дальше начинает приводить кого-то святых. Он знает все. Ему два вопроса только задать. Как ты мог стать профессором при советской власти? Когда до семинария они не допускали ни одного, пока он не будет чекистом. Вместе с ними стукачем. Я там был. Ну и второе. Которых ты сейчас вот показываешь, смещенники-то не такие, да они не знают. Так это ты их такими сделал. Ты же преподаватель-то. Он перепортил все православие. Предателей, трусов воспитывал. Подкаблучников. Он как будто ничего не знает. Вот. Осипов, главное, это Дворкин, это главные вредители в государстве. Главные, которые самое большое число умертвили людей. Там еще Смирнов выступает. Сколько танков благословил в Чечне? Сколько положили своих? И все, танки освещают. Да где вы видели оружие? Где это написано, чтобы освещать оружие и идти убивать? Убивать там на Украину лезут везде. Этим занимался батюшка. Везде лез. Польшу подмяли, подмяли Финляндию. Это все Российская была империя. Порт Артур, посмотрите, где он был. Где эта железная дорога шла? Харбин все где? И все хлопнуло, и ничего нигде нету. Вот как. Эту харизму, священнодействие, проповеди, слово нужно держать. Бог дал ее, только не знают люди. Тебе, я говорю, хотелось бы когда говорить, а как говорить? Да я ничего не знаю. Ну как не знаешь? Ты же знаешь, что Бог есть? Знаю. На работе у вас те, кто знает об этом? Так неверующие. Ну а как показать им Бога? На красоту мира покажи. Да нет, я неграмотный. Как неграмотный-то? 10 классов у тебя. Неграмотный Петр рыбак был. И вот имея эту харизму священнодействие слова. То есть мы все священники, кроме священства, которое может совершать литургию, все священники, ими называются все. Исход 19.6, об этом мы считаем в Новом Завете, Откровение 5.10.1.6. Ирина, Ирина, 5 мая память ее по старому стилю, обратила ко Христу 150 тысяч язычников. Ну и все. Ирина, Ирина защищает мирный мир. Придумали у православных Иринология. Это еще тогда, не знаю, может быть, он ввел, Никодим был митрополит Ротов. Ну это совершеннейший был КГБшник. Про католичные до мозга костей. Это вот его ставленники, вот сейчас остались его друзья, это и патриарх Кирилл, это его. Им надо молиться об этом. И он там, Бог как сделал, интересно. Прямо на руках у папы и умер, как пишет. 150 тысяч, Ирина. О подобном считаем и в житиях Самарянки Фатина. Самарянка у колодца со Христом встретилась, ее звали Фатина, то есть по-нашему Светлана, Мария Магдалина, и она называется апостол для апостолов, Нина, просветительница Грузии всей, Хрисанта 19 марта, ну и он у нового 5 ноября. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным. Матфея 10.32. То, что священник принял на исповедь, это тебя не избавит от этого слова Христова, если ты не исповедовал. И вот сказать священникам все, кто не считает, чтобы они на исповеде говорили, кто не считает Библию, не любит Евангелие, отойдите в сторону. И все. А то мы работаем, а то столько исповедников было. Каких исповедников? Они в грехах-то не исповедуются люди, они стоят только, стоят бараны, лбами друг друга сшибают. Но если бы знали-то люди Бога, не так было. Я все вспоминаю, как приехал батюшка наш, отец Аким, и говорит, где-то он был, я сейчас не могу сказать, где в Беларуси, или где знакомый священник, людей много наиск, ты бы помог мне исповедовать. Ну, ты же знаешь, я исповедовать так не буду. Вот так и делай, а то меня-то и не примут. Но ты только не обижайся, батюшка, я буду исповедовать, как дома исповедуют. Давай. Он, священник, действительно тот уже уставший, отошел, или вышел, и батюшка стал исповедовать. И говорит, кто не постился в этом посту, и в течение года, в этом, в среду-пять я сегодня исполнял апостольское шестьдесят девятое правило запрещает их допускать до причастия. Так, отойдите, исповедовать даже не буду. А у него там набито в храме людей, все. Вы слышали? Кто не постился, а постился, это означает то и другое, стал пост объяснять. Все, потянулись, потянулись, ну, как уж они на батюшку смотрели, я не знаю. Они же пришли, как всегда, каждый день. Вот, когда поститься будете, хотя бы один пост пропаститесь, привезете, пока я не дальше начал. Я гляжу, здесь, что-то мужчины стоят бритые, бритых никого не исповедую. Кого исповедуют-то? Какой-то, человек имеет образ Божий, а это образина какая-то, на кого похоже, нет, не буду исповедовать. Гляжу, мужики зашевелились, но батюшка одетый, все, как надо, по форме, батюшка его поставил, тот священник, он сказал, вот к нам приехал гость с Алтая, там такой-то, отец Акимы и прочее, ну, они не против, отошли. Все, шесть старушек, давай их исповедовать. Кто считает Слово Божие? Не считают. Ну, кого-то допустил, осталось, может, трое. Вот, батюшка, тебе вся и работа, я тебя разгрузил на целый год. Они будут считать, так они тогда не придут, да хоть потери никакой нет, греха меньше тебе и за это Господь не будет наказывать, то, что недостойно причащались, жизнь продлится, а так болят, да многие болеют, ну, вот они болеют, ты заражаешь-то. Многие больные, немало умирает. И кладбище наполняется, это реанимация за счет священников, кто причащался часто, они болеют ужасно. И нигде не были, молодые совсем, мне в сыновья годятся, даже во внуки. Я говорю, я не болею, ну, как, не болею. не болею, вообще не болею. Все болит, там колени, где там, не слышу, не вижу, да разве это болезнь, это старение организма. Да к мне, вот, сейчас в неделе через три будет 78, 10 июня. Вот так. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. то есть страх не исповедовали. Да если бы Осипов-то говорил о Христе, да его КГБ никогда не допустило, даже студенты, даже семинаристы его бы не допустили, не говоря, что окончить ее и быть там, защищать кандидата, профессором. При советской власти стал профессором. На его совести тысячи погубленных смещенников, и они эту заразу Осиповскую понесли по всему миру. Все это иринология, экономия, придумали слова отдельные. Экономия, то есть в мире со всеми иринология, то есть они знают, какие слова сказать людям. Обманщики, лютые волки, нещадящие стадо, и говорить будут превратно, чтобы за собой увлечь, за собой, что он говорит, чтобы ему верили. Кому-то пришло на ум сжигать его книги, показали, однажды монахов прищвинили, ну будет другой день, все будет по-другому. Все это Бог сметет в отвал. Всякий язык исповедует Христа пришедшего во плоти, уверовал в него, как в своего спасителя, искупителя от ада и смерти. И только враги Христа Христова злобятся на всеобщую проповедь. Нельзя, это только батюшки могут. Да проповедь-то они и в храме, друг другу проповедать. А что ты будешь говорить? А я не знаю. А один какой-то свидетель Иегова всех подомнет под себя. Почему? Они свою книжку, а то у них не Библия. Они все на дальний перевод отвергли. А новый всемирный перевод никакого отношения к Библии-то не имеет. Но они верят в это. Они верят. И при том, они верят очень крепко. И поставил на истребление, как и евреев, Гитлер, как Библии-Форшеры назывались, исследователи Библии. Само название какое? Библии-Форшер. Уничтожить их. И что? Ну, цыган, евреев и свидетели Иегова. И по количеству процентов, сколько погибло в лагерях, они занимают первое место. То есть, меньше всего их погубили. Которые остались живые, сказать. Больше всего евреев. Цыган, он сразу в печь живьем толкал. И эти. А эти работники хорошие. И советская власть их не жаловала. Ни советской власти нет, ни Гитлера, ни сталинизма, ни гитлеризма, ни фашизма, ни коммунизма. А свидетели Иегову какую власть набрали? Цыгане везде и всюду все отравляют. И где евреи? То есть, они расплодили, разбросали по сторонам, и все горит и плавится. Из верующих самая быстро распространяемая секта, так называемая свидетели Иегову. Свидетели Иегову это мы, настоящие. Мы его знаем и несем благую весть. Православные свидетели Иегову. Вы не бойтесь, так называется. Православные баптисты мы. Мы верим, что человек должен быть крещеный, в полное погружение. Вот, свидетели мы. Самые настоящие адвентисты седьмого дня. Седьмой день это не суббота сегодня. В духовном плане, о воскресенье. Это мы, православные адвентисты седьмого дня. Какого? Первого дня недели. И ангелу филодельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Откровение 3.7. А сегодня как они сами не входят в рай и желающим услышать слово научение истинного препятствует, забывая, что молчанием предается Бог. Молчанием предается Бог, Григорий Богослов сказал. Свяка Екатерина, Феврония, скольким открыли глаза на свет. Каждый день на дому и в храме обещаем Богу, что не будем молчать о той любви, о которой узнали. Научу беззаконных путям твоим и нечестивые к тебе обратятся. Псалом 50-17 стих. Это считает все. И старая обрядца, и бабки дома, и над покойниками. Зачем ты будешь возвещать беззаконным? Пути Господне надо знать, они их не знают. Ходи в храм и везде. Ходи в храм, что не так? Чаще ходи в храм. Храм ходить чаще Бог не заповедовал. Мы должны быть мысленно всегда на страже души своей и быть в храме. Но про храм Бог не сказал, а говорит, на камне не останется. О крестных ходах, о том, чтобы мощи резали, ни слова не сказано, на суде Божьем не спросится. Нет этого. Иоанна Златоуст это спрашивали и говорили, вот у меня деньги появились, ну и храм строят, это вложить надо, иконы, чтобы были хорошие там, так надо это делать. Он говорит, делай то, что на суде спросятся. Спросят, накормил, напоил бедных нищих, посетил больных. Найди. Попутно скажу, Сергей, там про Дионисия это все узнай, если пойдешь с пяти до семи, захвати меня. Я с удовольствием сходил, будь к нему. На священника напали и битами его избили преступники, а они со священником двоешили, говорит, и второго избили. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи и просты, как голуби. А православные разве не могут быть мудрые, как змеи? Нет, конечно. А как они могут быть мудрые, как змеи? Мудрость и змеи на какая? Она спасает голову. А у них не мудрость змеи, а ядовитость змеи жалить других. Дморкин, то он еще другого не умеет, он только жалит и жалит. Он всех врагами сделал. Секта, секта, секта. Он ничему не научил. Сектовед, да такой даже и должности нет, специальности в мире такой нет. Он знает секту. Ну и что ты знаешь про секту? Да ты главный ты сектант. Ты отсекся от Евангелия, от благовестия. Главный сектант Российской Федерации это Дворкинг. И все, кто его слушает. Самый главный сектант это миссионерские отделы. Все обман. Они никогда не слышали, что Господь посылал подвое, нигде в кучу не собирал их. Они не знают. И главное качество водительства Духом Святым, рождение свыше. Они ни того, ни другого не имеют. Почти все. Вот я посылаю вас как овец среди волков. Вот и все, а кто такие волки-то? Ну, прямо написано лютые волки, не щадящие стадо. Священство, епископы. 20 глава, 29 стих, Деяния апостолов. И поэтому мудрые как змеи, православные, не считающие Евангелие, не могут быть. Главное сохранить голову, веру. А какая вера-то? Голове-то пустое, ничего и нету. И просто как голуби. Голуби чем? Главное простота. Даже бывает, сгорит жилье, а у них тут гнезда были, все сгорело. Ну, скворец больше никогда сюда не прилетит, сорока не прилетит, гнездо разоришь. А голубь нет, он будет прилетать, даже на пекелище. И только начинает строиться, он опять здесь же селится. А здесь где-то кто-то, сектант что-то сказал, все, я пошел к другим, я отдельно буду собирать, сам дома с женой, двое они будут сидеть. Православные не могут быть простые, как голуби. Никак. Только одно, где-то что-то шорох, все, а я ухожу. Куда пошел? Ну, каким-то сектантам, керетикам, и так и бродим всю жизнь. Не ценят святое православие. То есть, у тебя с тобой нет ни Златоуста, ни Василия Великого, ни канонов, ни соборов, ни толкования Библии, ни Библии синодальной. У тебя ничего нет, раз ты отверг православие, отвергай до конца все. Кого же научили? Куда послал Господь слушающих Евангелие? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иоанна 3,8. Священники, все, которые рукоположены до 30 лет, должны быть запрещены в служении. Шестой Вселенский собор, 14-15 правило, которые, не погруженные в воду, не крещеными считаются. Апостольское 50-е правило. Вот и все. Три места из канонов и пустая церковь стоит. Но можно ли выпрыть? Конечно, можно. Надо учить, моченых всех крестить. Они не крещеные, никакого заново крещения нету, перекрещивания нету. Они просто не крещеные, обманутые. Обманутые. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Господь говорит, дух дышит, где хочет, значит, ты можешь услышать, где Господь приобретет тебя. Яна 3,8. Три отрока в печи воспевали о чудной милости Создателя. А пленная девочка при пророке Елисея проповедовала веру истинную грозному захватчику воистину для слова Божия нету. В печи и в узах, девчонка, я обратила военачальника, а оно не связывается с Словом Божием. Для слова Божия нет уз, за которой я страдаю и даже до уз, как злодей. Но для слова Божия уз нет. 2 Тимофея 2,9. Нет уз. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. 1 Коринфянам 14,3. Вот пока сегодня все на этом. Если Господь позволит, потом продлим. Я даже отключить не могу никого сегодня. У меня вообще не отобразил. Кто если остался, отключитесь на 2 минуты. Я буду события дня сейчас готовить ролик и через 2 минуты подключитесь. Так, если кто слушает, отключитесь, а то я должен буду выдернуть. И отключается. «Открышка» «Открышка»